Привет, ребята, у вас в мире, с вами мой Гулпери, и сегодня я буду играть в Clash Royale. Это пипец, какая старая игра от Supercell, она типа наподобие Бравл Старса, только не Бравл Старс. Тут, короче, должна быть всякая стратегия, но я думаю, вы её все уже знаете, потому что она в данное время начала становиться очень популярной, сейчас лишь школа из моих одноклассников, в неё почему-то перешли все практически. Сегодня вместе с вами я хочу накопить себе до тысячи кубков, чтобы у меня открылась четвёртая арена, а потом я всё уже буду открывать вот тут вот сундучок, и ещё скоро у меня через одну минуту откроются следующие уровни. Кстати, ребята, а вы не знаете, что это за ерунда, то, что типа у меня уже 23 уровень, а тут, наверное, какое-то ограничение по времени, то, что я могу открывать вот только через определённое время. То есть вот сейчас время пройдёт, я открою, и мне скажут, там 12 уровень, к примеру, откроется через 24 часа. Что это такое? Как это починить? Может, это отроил пасса влияет? Вот если я его включу, то, по идее, оно должно всё получиться. Да, ладно, нам нужно сейчас затащить три игры, и тогда у нас будет тысяча кубков. Ну, поэтому поехали. А вы пишите в комментариях, какие игры выиграли. Нам попался какой-то Лиам Грин. Ладно, хорошо, у него пятый уровень, его короля. Я, короче, люблю играть от дефа. Мне друг, о боже мой, мне друг так посоветовал всё время играть от дефа. То, что, то есть, это очень хорошо, потому что ты не нападаешь, нападают над себя, и ты, то есть, можешь защищаться. А потом, когда эликсирчик 2х, вот там ты уже можешь разойтись на полную. Это, да, это вообще тактика супер. Мне она очень нравится. Но пока что нам уже, можно сказать, треть нашей башенки снесли. Поэтому давайте ждать. Ждём. О боже, у него гигант есть! Нужно вот этим вот дефать, потом ещё вот этим, вот скелетиками потом ещё. Ну, короче, вроде бы всё нормально, но вот эти чувачки тоже так подходят и бьют меня. Блин, давайте-ка мы им тоже сделаем плохую вещь. Кинем ему гоблинскую бочку. Вот, тоже им чуть-чуть, но всё-таки снесём. О, отлично, даже больше снесли, чем он мне нанёс. За один, походу, у него уже было три. Ну, короче, вот, ребята, вот такая вот игра стратегическая. Я, если кто из вас играет, пишите, сколько у вас скупов, мне будет очень интересно. И за сколько вы их набрали. То есть, до какого времени, сколько вы по времени уже играете. Так, вот он крысятничек. Ходит и бьёт меня. И ещё гоблинов кинул. Нужно сейчас этим, охотникам их замочить. Эх, отлично. Так, ну тогда ждём 2х эликсира, чтобы потом его уже засаживать. Давай. Мой охотник победил. Мой про. Так, давай, давай, хотя бы один выстрел. Всё, молодец. Теперь я, если гоблинов выпущу, они по-любому выруют. А, кстати, за моим врагом кто-то наблюдает из его друзей. Поэтому он ему может говорить, что я куда ставлю и сколько у меня эликсира. Блин, вот это вообще очень плохо. Ненавижу, когда так делают. Ну, хотя я так сам раньше когда так делал со своим другом. Но, блин, снес мне башеньку. Крыска-ларыска. Сейчас я ему тоже башеньку снесу. Главное, чтобы он мне королевскую не замочил. А я ему уже тут скелетиков сейчас понаставлю. И ещё закину свою... Так, своего давайте рыцаря, к примеру. Ой, блин, ну вот куда же мы пошли такие. Так, о, сейчас я ему бочку закину вообще. Будет ему так весело. Давай, бочка. Всё, бочка готова. Давай, Валькирия, побей, побей их. Блин, не успели. Так, окей, надеюсь, у него нету. Нету этого. Блин, он на меня ещё бочку кинул. Ну, вообще, бипец. Как? Откуда у него ещё... Это... Это кто? Это у нас, кажется, большой этот челик. Как он там называется? Я уже точно не помню. Но он жёсткий. Это... Короче, жёсткий чел, да. Так, давайте сейчас по нему Валькирии закинем. Армии скелетиков закинем. Вот он сейчас опять закинет свою бочку, конечно. Что же ему ещё делать? А я охотником попробую сейчас защититься и закинуть. Да откуда вы у него столько скелетиков? Он их только ставит и ставит. Давайте ему бочку гоблинскую закинем. Всё, сейчас будем его посадить. Давайте теперь вылазить. Ой, не даст он мне победить, наверное, сегодня. Нужно, короче, защищаться во всю ночь. Ну, хотя... Даже не сдал. Ой, я второго охотника поставил. У меня теперь два охотника. Так. Ну, вроде бы Валькирия там справляется. Давайте к ней ещё высадим рыцаря, чтобы он там хоть что-нибудь-то сделал. И ещё высадим к ним гоблинскую бочку. О, отлично, кстати. Мы даже, знаете, мы даже выигрывали. Да, ребята, мы выиграли из такого трудного положения, когда он потом спамил и спамил на нас. Давайте будем вот так вот ему смеяться. Хи-хи-хи-ха. И курицу, главное, поставить в конце. Из такого трудного положения, когда под самый конец он уже нас бил и бил. Бил и бил. У меня там оставалось на моей главной башенке 500 урона. Он просто не сдержался, и я его победил. Ну и так, ребята, у меня уже открыто три награды. Это вот такой вот гоблин большой. Или как он там называется? Вроде не гоблин, вроде какой-то голем, да. Голем, кристаллики и большой двойной сундук. Вот сейчас мы с вами прокачаемся до четвёртой арены и будем его открывать. О, кстати, уже можно забрать награду. Сколько у меня уровней открылось? Открыт уровень. Только один уровень открылся! Блин, это сколько мне ждать? То есть у меня сейчас одиннадцатый уровень. До конца сезона ещё девятнадцать дней. Ну, двадцать дней. И если мы так положим двадцать, то у меня откроется только тридцатый уровень. Блин, а остальные что? Я хотел легендарный сундук себе с Легой. Эх, печально. Ну, хотя, может быть, если купить Бравл, эээ, Роял Пасс, то, может быть, оно будет всё открыто. Ну, хотя, не знаю, давайте по новой в бой. Сейчас у нас будет четвёртая арена, а потом у нас будет мега открытие. Может быть, даже покупка Роял Пасса. Так, тут у меня какой-то Гагарин. Эээ, ну, давайте мне. Он сейчас скинет по нам. Так, бочку. Ой, то есть какую бочку, блин? Давайте, несите. Ааа, гранату по нам скинули. Ну, хорошо, давайте туда-сюда закинем гоблинов. Ой, блин, как-то я не от дефа играю. Плохо очень. Ну, я ему хоть что-то нанёс. Нужно ещё тут сейчас поставить. Ааа, он, кстати, играет с первоначальным. У него зелька. Это зелька, как я, вроде бы, мне кажется, она ускоряет, да? Она ускоряет, вроде, да. А я хочу себе, кстати, очень сильно зелье клонирования. Так ставишь, блин, вообще зачётное. Давайте попробуем высадить рыцаря. То есть принца. Но вот эту башенку, пока он поставил, мне туда, начал меня там спамить. Ааа, нет, они идут! Так, давайте, варвары, или как их там зовут, с вот этими чёлками, жёлтыми, такие. Так, ну, кстати, отлично. Эта игра довольно лёгкая, нам какой-то, не пойми, кто попался. Его очень легко победить. Да, одну башенку мы ему снесли. Ну, ааа, он поставил, он поставил эту... Ааа, ускорялка! Нет! Блин, гомбочку скинул он меня сейчас, прибьёт. Да, прибил он всё же меня. Но я ему сейчас побегу на левую башеньку за, давайте, принца. Так, ну там охотник, кажется... О, охотник вообще! Найс, справляется, с дробовика ходит, всех убивает. Отлично, он вообще молодец у нас. Давай, блин, последний урон остался! Вот последняя тычка, и не смогли. На тебе. Минипека, блин! Окей, давайте теперь его заспамим. Ставим ему сюда гомбинскую бочку. Уи! Всё, отлично, отлично, девочки. Просто шикарно. Так, давайте ещё и сюда армию скелетиков задефаем, чтобы они нас прям уже не прибили. А то смотрите, в какой он разрыв идёт. Ага, сейчас же. Не дам я тебе победить с такими плохими. О, давайте поставим моего мега-большого вот этого вот пчела, чтобы он его очень долго дефал, а мы за это время ему закинули башню. Вот, отличная идея. Кажется, прям вообще супер-купер. Так, ой, да куда ты, блин, идёшь? Их армия скелетиков сожрёт. И маленькие братья его сожрёт. Их, да. Так, ну давайте ещё принца поставим. А, всё, я выиграл, потому что у меня две башенки убиты, у него только одна. Но я бы хотел ещё главную забрать. Ну, ладно, конец боя. Всё-таки мы выиграли, заработали себе кубков, и нам осталась ещё одна выигрышная игра до тысячи кубков. И мы с вами тогда будем самыми крутыми. Так, что там у меня? Уже у меня 23 уровень. Пипец. Так, что у нас тут есть ещё? Ещё у меня есть вот такой вот сундук, но я его не буду открывать. Показать не могу, потому что если нажму, он сразу же откроется. Короче, снизу, да. Так, что у нас тут есть ещё? Вот, мы уже вот прям почти-почти на четвёртой арене. Там арена Беки вроде бы, да. Такая огненная. У, новый домик Бека. О, у кого-то уже тысячная. Из-за того, что у него тысяча, меня сюда запустило. У меня не тысячная. Он гигантом играет. Блин. Ну, что сказать. Ну, бланчик. Окей, хорошо. Гиганты его легко вынести с мини-пеки, потому что он бьёт столько, смотрите. И всё. Ну, давайте ещё армию скелетиков. Блин, зря армию скелетиков посрали. Он её прибил. Ну, я так скажу, он играет первоначальным набором. У него вот какие-то лучницы. Зачем они ему... Этот, как там его зовут? Принц или рыцарь? А, это рыцарь, а у меня вот принц. Так, ну, давайте на него поставим, окей, валькирию. Да, он играет не от дефа, он играет от обычного. Он, типа, просто... Просто нападает. Так, давайте ещё охотника моего седьмого уровня ему туда закинем. Этого дракончика закинем, чтобы он того маленького чувачка прибил. Ах ты ж. Ха-ха, он на своего, кстати, кинул. Он на своего кинул. Ну, давайте тогда ещё дракончику поможем. Гоблинской бочкой. Вот, нате вам. Нате вам шляпу. Так, ну всё. Вроде бы пока что у нас ещё всё идёт очень даже хорошо. Нужно, мне кажется, высадить большого гиганта моего. Ну, их мы дефать не будем, потому что они нам, ну, ну, сто урона. Ну, зачем? Так, ладно, окей. Давайте тогда сейчас мы попробуем взять... Нет, не принца, не принца. Нужно взять мини-пеку и целую кучу скелетиков. А он сейчас стрелами их отразит, я так понимаю, да? А, нет, не отразил. Давайте тогда ещё сразу же принца, чтобы они прям сразу же побежали и всех там прибили. Скоряйся тогда. А, он на мушкетёршу, блин. Ну, ладно, ладно. Ударь хотя бы там два удара. Я потом гоблинской бочкой закину и будет прикол. Прикол. Ладно, всё, давайте. Мне уже, кажется, можно спамить, потому что, смотрите, у нас уже 2х ликсерчек. Так, поэтому мы ему закидываем. Эти там дракончики бьются, все бьются. И, короче, мы сейчас с вами, ребята, выиграем нашу игру. Потому что нам вообще какие-то, ну, бланчики сейчас попались, жёсткие, которые... Ну, хотя в первый раз, нет. В первый раз там был челик жёсткий очень сильно даже. Но я всё-таки вышел из того трудного положения. Так, пока что ещё всё отлично. Мы должны за 20 секунд снести башенку, чтобы у меня было 3 короны. Давайте, давайте. Все там просто стреляйте, шмаляйте. Делайте, что хотите, но заберите мне. Да, есть, ребята, всё. Теперь просто смеёмся, смеёмся. Делаем вот так вот. Всё, отлично. Итого, давайте посмотрим, сколько у нас кубков сейчас. Сейчас у нас кубков. Даже не тысяча, тут даже больше будет. Тут тысяча, тысяча одиннадцать кубков. У нас уже открылась четвёртая арена и новые карточки. Поэтому теперь уже можно точно открывать наши все награды. Поехали. Первую награду я, наверное, хочу забрать... Что тут? Блин, не туда захожу вообще. Вот, на трофеи, наверное... Наверное, гоблина, давай. Ой, голема, то есть. Пятьдесят кристаллов, отлично. Можно будет открыть ящик. И ящик с какой-то с двумя замочками. Давайте сначала ему разгоним шанс обычным маленьким ящиком. Вот, маленьким ящиком мы ему разогнали. Типа, ещё одним маленьким ящиком. О, там эти миньоны вроде бы новые открылись, да? Гоблинская бочка, улучшение. Отлично. Как раз я её хотел улучшить. А там новая карта, да? А, так, у нас появился голем и ещё появилась орда миллионов. Кстати, давайте-ка их улучшим и получим пятый уровень. Всё, у нас ещё теперь пятый уровень. Отлично. Просто шикарно доступны турниры. Вот, в следующей серии, если вам это понравится, может быть, сыграем какой-нибудь турнир. Информация, сколько их? Их шесть штучек. Ну, я, короче, посмотрю, вместо кого их можно поставить. Нужно всё улучшать, чтобы зарабатывать опыт. Я вам так советую. И вначале не бойтесь тратить свои гемы, потому что, ну, гемы, они вам особо вначале не надо. Они только под конец, чтобы участвовать там во всяких турнирах. Там за участие нужно доплачивать и всякое такое гемам. И поэтому берите себе на заметочку, да. А также пишите в комментариях, какая у вас орда лично. Мне нравится такая орда, потому что мини-пека, он там просто жахает по... Ну, короче, мини-пеке нужно три тычки, чтобы убить вот просто кого угодно. Скелетик мне большой нравится тем, что его можно ставить в самом конце. Типа, у тебя королевская башенка и у твоего противника. И вот вам сейчас нужно решить, кто кого прибьёт. Вот, ставишь ему на базу этого гигантского скелета, и пока он его дефает с одной стороны, ты его начинаешь там всякими скелетиками и ещё кем-нибудь принцами, дракончиками бить с другой. И получается, я им не пользуюсь в виде атаки, а только в виде отвлечения для своего соперника. Про охотника там вообще говорить нечего. Он и по верху стреляет, и по низу, и вообще он топ. Армия скелетиков, она для того, чтобы дефать там, ну, к примеру, големов всяких, всяких там всадников на кабане. Кстати, вообще найс, они вон прям туда забегают, и они так, уху, его вот так вот поглощают, короче. Ну, вы поняли. Ну, гоблинская бочка, это вообще необходимо. Вот, типа, собираешь команду, у тебя там идёт дракончик, мини-пека, и им в помощь ещё гоблинскую бочку на удачу кидаешь. Так, ну ладно, уже заговорились тут, давайте открывать наши ящики дальше. Мега большой ящик. Я себе хочу вот такого вот адского дракона. И он сразу же подаётся девятого уровня. Но он за семь кристалликов, это просто жёстко. Прикиньте, на четвёртой арене играть уже с легендаркой. Ну, а шахтёр, кстати, не знаю, что он делает, ни разу я его не видел даже. А, он просто из-под земли влазит, ты его можешь, наверное, ставить где захочешь, да? Мне так кажется. Потому что это будет жёстко. Ну, окей, давайте. Пускай нам выпадает шахтёр. Шахтёр мне очень надо, наверное. Ну, хотя, не знаю. О, мини-пеку можно улучшить, огненный шар, гоблины и... А, блин, ничего нового, просто всякие улучшения подсыпали. А, кстати, давайте пооткрываем вот эти вот большие ящики. Вдруг нам выпадет чё-то. Можно ж у нас есть куча кристалликов. Можно открывать. Рыцарь, Валькирия. И давайте последний сундучок. Ничего нового, ничего... Ничего, да. Ну, ладно, ребята, вдобавок ещё к этому нашему открытию мы сейчас вместе с вами задонатим на Ройл Пасс. И у нас будет вообще всё очень чётко. Ройл Пасс открыто. И уровни у меня открылись. Открылись уровни. Да подождите, стойте. Да, уровни открылись. Только они за какую-то штуку. Не знаю, что это такое. Но вроде бы за какую-то штуку. Да. Давайте тогда открывать всё, что у нас тут накопилось. Это просто вот. Это у нас тут золото. Потом какая-то энергия. И сундук. Посмотрите, давайте открываем. Разряд нам выпал. Отлично. Гигант. И варвары. Ну, это у нас... Варвары у нас были? Пропустить замены. Как это? А, то есть я могу замены на что-то разменивать на другое. Ну, окей. Открываем золото. Открываем ещё одну такую штуку. И у нас какой-то золотой сундук. Давайте сейчас его откроем. Адская башня, кстати. Вообще жёсткая штука. Хижина варваров. Но это ерунда. И мушкетёрши. Это тоже ерунда. Выбери карту для замены или пропусти. А, я могу, то есть... Вот этими штуками? Ну, давайте пропустим. Замены не надо. Так. Золото. Золото. Отлично. И тут мы открываем фиолетовую сундук. Поехали. Первая у нас гоблинская бочка улучшения. Это ерунда. Варварская бочка. А, открыта новая карта. Это новая карта. И армия скелетиков можно прокачать. О, отлично. Давайте тогда, наверное, уберем вам гоблинскую бочку. Что я сделал? А, улучшение на дракончиков. Всё, отлично. Давайте. Так. Так, дальше у нас золото. И новая башенка. Ура. Наконец-то. Всё. Зимние сани. Это вообще я очень такую себе хотел. Этого очень крутая штука. Забираем дальше награду. Давайте ещё одну такую штучку получим. И теперь у нас ещё один какой-то синий магический сундук. Хижина варваров. Я хижинами вообще ни разу не пользовался. Но и не буду. Ладно, давайте дальше открываем. И, эм, так. А что тут у нас? А, это тот, который я ещё не открыл. У нас открылось золото, кристаллы, миньоны, стрелы, орда миньонов улучшения и гигант. Отлично. Так, что у нас тут ещё? Можно ещё одну даже забрать. Пипец, как много всего. А, мега-миньон. Мега-миньон. Это вот этот вот большой такой летает, летает. А, надгроби, ну, это ерундовинка. О, всадник на кабане, прокачка. Кстати, ребят, мы можем очень много чего прокачать. Потому что нам ещё столько золота всякого подсыпало. Поэтому давайте забираем дальше. Открываем. Золото. Кристаллы. Скелеты. Рыцарь. Разряд. И надгробие. Почему нам лего не выпадает? Дайте нам лего. Давайте лего. Всё, быстрее. А что это за кристаллы какие-то? Я вообще не понимаю, что это. Вот смотрите. У меня, то есть... Я, то есть, их все могу вот открыть до того уровня. Я могу их все открыть до того уровня, который у меня был. А, ребят, так нам ещё с вами открывать и открывать. Давайте-ка. А то мы как-то медленно. Я думала, оно всё равно так и будет. А нет. Гоблины какие-то тут мне ещё выпали вроде или это старые. Короче, ребят, нам ещё тут с вами столько много всего. А! Выпала ведьма! Ведьмочка! Ой, а зачем я сделал? А что я сделал? Я заменил зачем-то. Хм, странно. А, так, ещё одна какая-то замена. А, это, кажется, замены. А, это типа сколько у меня замен, сколько раз могу заменять то, что мне не надо. Да, ну давайте хижину заменим. Мушки-терши, давайте мушки-терши заменим. Да, боже мой, выпадает один бред какой-то. Мне выпадает то, кем я не играю. А вот сейчас мне должна выпасть лего. Да. Так, открываем дальше. Гоблины, адская башня. Армия скелетиков можно, кстати, прокачать. И не один раз, вроде бы даже два раза можно армию скелетиков прокачать. Золото, к золоту, кучу. Теперь открываем дальше. Псадник на кабане, но это нормально, отлично. Давайте открываем дальше. Хижина варваров, подрывничок. Так, и ещё сундук у нас. У нас вообще много сундуков. И ещё большой миньон. О, эмоция, прикольно. А как она работает? Покажите. Она просто есть, и сейчас посмотрим. Так, золото, кристаллы, лучницы, гоблины, подрывник и мини-пека. Улучшения, кстати, отлично. Очень даже хорошо. Мы сейчас всех просто попрокачиваем. У нас будет квадриллиант всего. Так, золото над гробью, варвары. Ну, это всё у нас, это понятно. О, фиолетовый сундук. О, на дракончика улучшение. На ведьмы улучшение. И на варварскую бочку тоже улучшение. Вы посмотрите, тут все фиолетовые. Окей, отлично. Так, открываем это. Это нам не надо. Так, и самое последнее, что мы сейчас можем открыть, это у нас большой сундук. На гиганта, на адскую башню, на хижину варваров, пропустить замены. И ещё у нас сундук один. Ну и, короче, всё, ребята, у нас понятно. Нам выпало несколько новых карточек. Ну, короче, ребята, напишите мне в комментариях, какую мне орду собрать из всех вот этих вот чебзриков. Я обязательно прочитаю и возьму себе такую колоду. Ну и на этом мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok